Всем привет, вы на канале Pandorum, и это обзор на мини-проектор ProGaga GA9. Я решил протестировать ультрабюджетный проектор, потому что он имеет реальное оптическое разрешение HD и стоит всего 6000 рублей за версию без андроида. Это меня и заинтересовало, ведь по конкурентам в эту цену только проекторы с разрешением около 480 пикселей, а это, будем откровенны, совсем мало. Ну что ж, посмотрим, можно ли за эту цену получить домашний кинотеатр. И с какими ограничениями придется столкнуться. Погнали! Доставили проектор очень быстро со склада в России, но даже из Китая доставка должна занимать не более 10 дней, так как у продавца есть значок «плюс», что говорит об ускоренной доставке. Проектор присылают в обычной картонной коробке, внутри которой находится, так сказать, каркас безопасности из воздушной камеры. С такой защитой вряд ли что-то может пострадать даже при неосторожной транспортировке. В комплектации к проектору положили инструкцию на английском языке и с картинками. Также кабель для питания, AV-разъем под тюльпан и пульт. Обычный такой пульт, довольно качественный, работает от двух батареек типа 3А. Ну и сам проектор. Он белого цвета и, как можно заметить, действительно маленький и довольно легкий. Сверху у него установлены кнопки управления в прорезиненной оправе, нажимаются четко и не болтаются. Сбоку же расположились все порты для подключения всего, что необходимо. Тут два USB, разъем под HDMI, AV и разъем для наушников. Также с этой стороны видно радиатор и трубки для охлаждения. Спереди, собственно, расположена линза с защитной крышкой. Кстати, когда не используете проектор, советую закрывать линзу крышкой, чтобы там не скапливалась пыль. С другого боку же только разъем для питания. А сзади видно инфокрасный датчик для приема сигнала с пульта и решеточку, за которой находится колонка проектора. Снизу он выглядит тоже довольно качественно и внушает доверие. Там четыре прорезиненных ножки и одна дополнительная для регулировки высоты проектора. А также есть резьба, чтобы можно было при желании накрутить его на штатив. Регулировка фокуса на данном проекторе осуществляется вручную, поворотом первого большого колесика сверху проектора. А второе колесико отвечает за наклон проекции. Ну что ж, давайте наконец включать. К слову, у меня это не самая дешевая версия, а специально для теста я взял себе сразу с андроидом. Но советую брать версию без андроида и докупать отдельно TV-бокс. Или как многие делают, подключать сразу к компьютеру или ноутбуку. Потому что версия с андроидом стоит на 3000 дороже, и там старый 6-й андроид. Когда можно купить себе неплохой TV-бокс за 2000, уже на 10-м андроиде и со встроенными мощностями, которые превосходят показатели начинки у этого проектора. Ну и подключать его по HDMI. Только учтите, что в комплектации у данного проектора этого кабеля нет и нужно его докупать отдельно. И вот первое включение. Понятно, что на таком расстоянии нормальной картинки не будет, но что-то разглядеть можно. И еще послушайте шум от проектора, как работает система охлаждения. Итак, я установил проектор, и вот его главное меню. У обычной версии оно будет другое, но в принципе это не важно. Все самые необходимые настройки и там, и там одинаковые. Первым делом я, конечно же, переключился на русский язык и прошелся по всем вкладкам, коих тут большое множество. От настроек масштабирования и горизонта проекции, до настроек звука и цветовой гаммы. Также, так как у меня андроид-версия, я подключился к Wi-Fi. Кстати, сделать это удалось почему-то только с третьего раза, а первые два он просто не хотел коннектиться. Не знаю, может быть сигнал слабый или еще чего. Также хотел, естественно, сказать по самой проекции. На первый взгляд, все очень даже хорошо. Тем более, за такие-то деньги. На самом деле, по углам есть небольшое размытие, и этого стоило ожидать. Я думал, что будет намного хуже. Дальше в видео я близко и подробно это все покажу. Также у данного проектора мне действительно понравились цвета, то есть цветопередача. Все довольно в правильных оттенках. К слову, если вы новый зритель моего канала, то ставлю в известность, что проецирую я изображение на обычные белые обои. То есть у меня нет специального экрана для проектора. Но так как меня все устраивает, поэтому я не собираюсь его докупать. Хотя в теории, с хорошим экраном картинка должна стать еще лучше. И что ж, давайте попробуем запустить какие-то видео и послушать звук из проектора. Всем привет! Вы на канале Бандоро. И в этом видео обзор новых умных часов от компании Кубот. Ранее они производили только смартфоны, а теперь вот выпустили часы Кубот С3, которые, кстати, защищены по стандарту АП-68, то есть могут выдержать давление до 50 атмосфер и совсем не боятся влаги и воды. Давайте скорее распакуем и посмотрим, что же там внутри. Коробочка упакована в мягкий поролон, но довольно тонкий слух. ...оперативной и столько же встроенной памяти. Кто-то скажет, что это мало, но по сути это часы с очень ограниченным функционалом в сравнении со смартфоном. Поэтому 120... Итак, что хочу сказать по звуку. Понятное дело, что звук, записанный на микрофон, вам передается не так, как в реальности, но что-то понять можно. А мое мнение такое. Звук просто обычный. Он не хороший и прям плохим я его назвать не могу. Однако, если вы хотите полное погружение при просмотре аниме или фильмов, то желательно подключить какую-то внешнюю акустику, хотя бы просто обычные колонки. Но в целом это не обязательно. Это уже дело вкусовщины и насколько для вас важен звук. Еще хотел сказать, что у меня расстояние от проектора до стены 2,8 метра, и картинка получилась примерно 190 сантиметров в ширину. При этом минимальное расстояние, на котором можно будет поймать фокус на проекторе, около 1 метра. Максимальная же примерно 3,2 метра. Ну и размер картинки, соответственно, будет в первом варианте меньше, а во втором гораздо больше. Вообще, если разумно рассудить, то за эти деньги аппарат, на мой взгляд, выдает довольно хорошие показатели. Я тестировал проекторы, которые стоили почти в 2 раза дороже, и картинка была хуже. И здесь вот я вам покажу проблемы этого проектора. Хотя на самом деле это трудно назвать проблемами. Если подойти к проекции довольно близко, то уже четко различимы пиксели. Сказывается всего лишь HD разрешение. А также сверху по углам есть небольшое размытие, которое будет заметно только если вы лазите в браузере, и там будет какой-то мелкий текст или типа того. А если же смотреть аниме или кино, то это вообще незаметно. Тем более, что обычно кино в широкоформатном режиме, то есть с полосами сверху и снизу. А стало быть, размытие остается там, где картинка вообще не показывается. Также очень важно. Хотел отметить по поводу пикселей. Просто не все это понимают. Я вам показываю, что когда подходишь близко, то видно пиксели. Но так проектор никто не смотрит. И вы их никогда не увидите, если будете на расстоянии от проектора хотя бы в 1 метр. А вообще, как бы желательно смотреть проекцию на расстоянии с 2 и более метров. Вот, например, вы ходите в кинотеатр и задайте себе вопрос. Вы видите там пиксели? Нет? А они там размером с кулак. Просто это будет видно, только если подойти вплотную. Собственно, так же, как и размытие по углам в бюджетных кинотеатрах. И вот, как видите, если смотреть аниме или мультфильмы, то к качеству вообще не придраться. Картинка достаточно яркая и красочная. Смотреть это действительно приятно и ничего не напрягает. Единственное, надо понимать, что так как модель бюджетная, то яркость в ней заложена небольшая. И ее действительно хватает для просмотра аниме или мультфильмов. И даже фильмов. Но только в полной темноте. А вот если включить свет или на улице, допустим, еще не село солнышко, а у вас нету плотных штор, то тут, конечно, картина совсем другая. Что-то видно, но смотреть так что-либо я, честно сказать, смысла никакого не вижу. Но вообще это тоже такая себе проблема, потому что проектор покупают для домашнего кинотеатра, а кинотеатр обычно смотрят в темноте. Ну то есть понятно, что если в кинотеатре включить свет во время просмотра фильма, то вы тоже будете наблюдать такую же картину. Еще раз хотел отметить, что цветопередача у данного проектора лично мне действительно понравилась. Даже при просмотре фильма прямо на YouTube. Качество хорошее. Думаю, вы сами видите и можете судить, устраивают вас такие цвета или же нет. Ну и если с фильмами не все на 100% однозначно, то с аниме или мультфильмами этот вопрос вообще не стоит. Там все просто отлично за эти деньги. Ссылку на данный проектор я оставлю в описании к этому видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком. Если у вас есть какие-то вопросы по данному проектору или замечания по поводу видео, напишите об этом в комментарии. Всем удачи и еще услышимся!